Вопросы рефлексии и самосознания Для начала надо рассмотреть вопрос с классических позиций, чтобы, собственно, высветить, что состоит исходное понятие Вот у нас есть субъект-объектное отношение, субъект направлен на объект Субъект, говорят, либо знает объект, либо просто активно направлен на объект Рефлексии называется такая ситуация, когда субъект направляет свою активность на само себя Давайте обозначим эту активность в виде акта, когда она свои акты направляет на само себя Эта ситуация называется, собственно, рефлексией Вот такая простая схема рефлексии Она представляет собой, собственно, ее определение Здесь ничего такого хитрого нет Мы будем от него отталкиваться в дальнейшем Сначала мы рассмотрим вопрос с классической позиции, а потом перейдем к некоторым возражениям этой классической позиции И будет понятно, в чем состоит, собственно, проблематика, связанная с рефлексией Вот это вот простое определение рефлексии И здесь возникает два варианта Оно связано с тем, каким способом осуществляется собственное обращение Первый вариант, он связан с тем, что субъект знает себя до рефлексии Дело в том, что когда субъект обращает акты своей на объект То он обращает, на самом деле, в некоторую объектную сферу Которую знает, он отличает нечто от себя И когда он направляет туда свои усилия Он знает, куда направляет свои усилия А когда субъект обращает акты на самому себя Он должен знать, куда их направить Это ведь, когда он просто направляет акты на объект Ему знать не надо, на самом деле, сами объекты Либо объекты существуют до того, как он направил акты, либо объекты образуются в результате того, что познавательный акт как-то формирует эти объекты. Это совершенно несущественно. Существенно просто то, что объектное поле некоторое есть, и туда можно усилия направить. А когда он направляет усилия на самого себя, он должен себя... Тут возникает дилемма. Либо он должен себя знать до рефлексии, либо, вторая возможность, субъект узнает себя через рефлексию. Иначе говоря, рефлексия является тем способом, каким субъект знает себя. Иначе говоря, субъект знает объекты, и он определенным усилием направляет акты на себя, и тем самым знает себя. Кажется, что вторая возможность является в некотором отношении невозможной. Как действительно субъект может, не зная себя, направить усилия на самого себя? Но мы сейчас разберем, в каком смысле это имеется в виду. Вот классические философии, оба этих варианта, они разбираются. Субъект знает себя до рефлексии. Что это такое? Субъект знает себя до рефлексии – это особый опыт. Этот особый опыт потом нам постоянно встречается, и я постоянно к нему апеллирую. Есть некоторый опыт, но можно назвать его «опыт я». Этот опыт «я» состоит в проживании самого себя. Самого себя, проживании времени или проживании бытия. Это различные способы описания одного и того же опыта. Это некоторый чистый опыт, он не является рефлексивным, он является особым опытом. Каждый может этот опыт проделать внутри самого себя. А вот, как иначе говоря, когда говорят о том, что субъект знает себя до рефлексии, имеет в виду обращение к этому опыту «я». Собственно, «я» – это и есть способ, как и субъект знает себя до рефлексии. И тогда понятно, что если субъект знает себя до рефлексии в опыте «я», то, собственно, этот субъект направляет акты на саму себя, которого знает в этом опыте. И, собственно, вроде бы здесь проблематичности нет. Это первое замечание. А теперь, как бы, относительно… Мы, как бы, сейчас пока не будем ничего критиковать, просто зафиксируем, да, каким способом субъект знает себя. И, с другой стороны, если субъект не знает себя заранее, да, как бы… Это почему знание себя до рефлексии проблематично? Ну, потому что все знание субъекта, оно есть знание из актов. Я здесь не конкретизировал, о каких актах имеется в виду. А на самом деле, любые акты – акты мышления, акты восприятия, акты осознания, любые акты, которые здесь совершаются, акты внимания. Собственно, все, что нам дано, любое знание, оно совершается через акты. И если мы в такой простой схеме рассматриваем соотношение субъекта и объекта, то получается, как бы, парадокс, да, на самом деле, субъект знает себя до того, как, вообще говоря, совершил какие-либо акты знания. Все эти акты являются актами знания, да, то есть, как он может себя знать до всякого знания. То есть, мы говорим о том, что вот есть некий опыт я, да, и, как бы, вроде как, этот опыт – это, получается, не опыт знания, да, это какой-то особый опыт, но, по крайней мере, это не опыт, как он описан здесь, да, какой-то особый опыт. Вот. Ну, вот это первая возможность. И когда вторая возможность указывает на то, что субъект не должен знать себя до рефлексии, она имеет именно в виду этот момент, что в каком-то отношении, когда субъект знает себя до рефлексии, вот это его знание, да, то, куда оно направляет свои акты, представляет собой некоторый объект. Вот этот опыт я или я – это есть некоторый объект. Иначе говоря, субъект объективирует себя, да, делает себя объектом. И делая себя объектом, она перестает быть тем, делая себя объектом, субъект, как бы, вот обозначим этот объект особым значком, да, делая себя объектом. На самом деле субъект не себя улавливает, да, а просто объективирует себя, да, или, говорят, предмещивает себя. Иначе говоря, это уже является не рефлексией, а скорее знанием о самом себе, да. А речь шла о рефлексии. То есть речь шла о некотором живом опыте, да, о живом опыте схватывания. Вот как здесь, акты схватывания – это объект в некотором живом, в живой деятельности. А тут получается, что субъект знает о себе, как об объекте, но объект есть нечто, есть некоторое знание о себе. Есть некоторые… Не он сам, да, не сам субъект, а нечто-то, как бы, отличное от субъекта. То, что ведь субъект хотел знать себя как субъект, а получается, что он знает себя как объект. В чем разница между субъектами и объектами здесь? Субъект всегда некая деятельность, да, некоторая причина актов, да, некоторый источник актов, да, и он должен направить усилия именно на себя, как на источник актов, как на причину актов. А в данном случае он получает некоторые объекты, а объект это уже является то, куда акты направлены, да, это некая цель актов. И поэтому вторая возможность, она является более последовательной, когда субъект может о себе узнать только через рефлексии. Иначе говоря, о рефлексии есть способ, каким субъект сам себе дает. Давайте рассмотрим вторую возможность, да. В чем состоит вторая возможность? Субъект направляет акты на самого себя. Поскольку он сам себя заранее не знает, он не знает, куда их направить. И поэтому единственный способ, каким этот опыт может осуществляться, он состоит в том, что акт направляет усилия на самого себя. То есть акт направляет усилия на самого себя, и схватывается, акт схватывает акт. Ну, если можно высказать такую бетафору, да, как бы по этой ниточке, как бы доходит до субъекта. Иначе говоря, субъект, рефлексия понимается, как самосхватывание акта. И предполагается, что такое самосхватывание акта возможно, и указывается, опять же, на тот же самый опыт «я». Опыт «я». И говорится о том, что этот опыт «я» и равняется опыту самосхватывания акта. А вот этот опыт «я» и опыт самосхватывания акта – это одно и то же. То есть, иначе говоря, в одном рассуждении опыт «я» указывается на то, что это некий вне... Как бы некоторый опыт, в котором нет акта, да, который, как бы, является чистым схватыванием... С чистым, как бы, чистой данностью себя до всякого... До всякой рефлексии, до всяких актов. А с другой стороны, указывается на то... Вот другая возможность. Она указывает на то, что вот есть некий опыт самосхватывания акта, и этот опыт самосхватывания акта есть опыт «я». Иначе говоря, в основании рефлексии везде указывается вот этот опыт «я», да, или вот этот опыт «я», который понимается двояко. Либо он понимается как опыт, вне рефлексивный опыт, в принципе, да, некий, как бы, чистый какой-то опыт, да, потому что можно было бы этот опыт, опыт «я», опять же, рассматривать с позиции актов, и тогда бы он был недоступен. Каким он... Действительно, вот смотрите. Если бы мы... Если бы опыт «я» мы разделим, да, и опять будем на него смотреть с позиции того, как он выглядит субъект-объектном различении, он будет выглядеть следующим образом, некий субъект, а именно «я», да? Как бы «я» направляет акты на самого себя, да? Но это же ведь акты. Опять же, и опять же идет предмечивание «я». То есть, опять же, «я» берется здесь как объект. Если вы заметили, на самом деле, что представляет собой некоторую терминологическую трудность, да, то тут есть, на самом деле, смысловой круг. Давайте, как бы, теперь все то же самое попытаемся рассмотреть более подробно с некоторым прояснением, да, того, что имеется в виду. Вот, посмотрите, у нас те две возможности, на которые развивается все пространство-возможность. У нас либо субъект дан до рефлексии, либо не дан, да, опирается на один и тот же опыт. Тут есть некий опыт, опыт «я». Этот опыт «я» представляет собой специфический опыт. Я о нем постоянно писал, там, проживание самого себя, проживание бытия, там. Чтобы много раз не адресоваться к нему и не обосновывать, что он есть, да. Надо достаточно его один раз проделать. Ну, я думаю, что философ постоянно этот опыт проживает. На самом деле, когда мы говорим обыденные вещи о самосознании, мы имеем в виду именно этот опыт, опыт «я». Потому что некий, ну, это я говорил, это некоторое, можно сказать, это медитативный опыт, некое внутреннее погружение в себя. Мы внутрь погружаемся в себя и как бы вот проживаем сами себя. Или проживаем бытие. Не важно. Важно то, что вот основой возможности рефлексии, если вы заметили, везде является вот этот опыт. Вот он является основой. Опираясь на этот опыт, обосновывается возможность рефлексии. Для того, чтобы пояснить, почему рефлексия является проблематичной, надо на самом деле просто показать проблематичность того, каким образом этот опыт присоединяется к обоснованию рефлексии. Теперь мы просто занимаемся критикой. В чем состоит как бы проблематичность? Давайте все по пунктам разберем. Прежде всего, в классической философии есть некая предпосылка. Эта предпосылка неявная, но она заметна, если подходить мне просто с позиции постпластической философии. А именно предпосылка единства субъекта. Дело в том, что если субъект направляет свои акты на самого себя, то он уже не может апеллировать к тому, что он себя знает в каком-то другом опыте. Вот смотрите. Вот субъект. Да? Направляет. Давайте рассматривать, чтобы этот вопрос рассмотреть более четко. Давайте возьмем какой-нибудь один вид актов. Ну, не важно, какое. Мышление, восприятие или сознание. Для нашего рассмотрения это просто сейчас несущественно, потому что, я говорю, я специально обобщаю все акты и не забираю, как работают все акты, для того, чтобы сделать максимально упрощенное, максимально понятное изложение. Потому что потом, когда мы перейдем к самосознанию, мы уже будем разбираться с каждым актом отдельно. Вот смотрите, что значит единство субъекта? Вот возьмем какой-нибудь один акт. Вот, допустим, субъект, один вид актов. Допустим, назовем эти акт какой-то акт один, да? Для того, чтобы отличить его от всех возможных актов. Субъект в акте один обращается к никому объекту. Для того, чтобы возможно было рефлексии, он должен этот же акт, ну, один вид актов. Имеется в виду, в чем тоже важное замещание. Можно было бы скатиться к тому и говорить о том, что вообще все акты различаются, да? Допустим, два разных акта мышления, они между собой различны, да? На самом деле, пока, как бы, вот таких замечаний дела не будет, будем считать, что все акты мышления, да, они на самом деле с чем-то друг другу подобные. То есть будем говорить о том, что у всех актов мышления есть одна и та же причина. Что такое субъект? Субъект это есть некоторая причина. Вот есть феноменологически на самом деле нам даны акты и объект. Вот нам дана эта составляющая, феноменологически. Что такое субъект? Субъект это причина. Причина, вот данный субъект, субъект один, назовем его субъект один, да, чтобы отличать от общей картины. Вот причина актов, видов актов один. Акты один это некий вид актов. Допустим, мышление. Вот, S1 причиной актов один, да? Теоретически мы должны предполагать, что каждому виду актов соответствует разная причина. Ну вот, у мышления может быть одна причина, а у восприятия другая причина, а у сознания третья причина, да? У каждого вида актов может быть разная причина. Откуда берется такое предположение? На самом деле вопрос ведь ставить надо по-другому. Откуда берется предположение о единстве субъекта? Откуда мы знаем, что субъект един? Вот это вот высказывание, оно является более сильным, чем высказывание о том, что каждому акту соответствует свой субъект. Ведь я каждый раз постоянно в виде рефрена говорю о том, что каждой способности соответствует свой предмет. И в этой формуле о чем говорится? В этой формуле говорится о том, что каждая способность соответствует предмету, это можно переформулировать в том смысле, что каждому субъекту соответствует свой предмет. То есть на самом деле формула каждой способности соответствует свой предмет, она указывает, в частности, на то, что у каждой способности есть свой какой-то специфический субъект. Иначе говоря, каждая способность это и есть некий специфический субъект. То, что различные способности, вот если у нас много способностей, объединены на самом деле на базе одного субъекта, это есть некая предпосылка метафизическая. Вот эта метафизическая предпосылка, это метафизическая предпосылка, лежит в основании классической философии. Она является более... Она является более сильной по сравнению с предпосылкой, что каждая способность соответствует свой субъект. Иначе говоря, вот у нас есть каждый способность соответствует свой предмет, и мы считаем, что каждой способности соответствует свой субъект. Почему? Почему? Потому что субъект, по определению, есть некая причина. Причина, не источник, актор. Так он вводится. Вот если вы посмотрите, что такое субъект, он всегда является причиной, либо источником актов. Мы потом дальше, когда будем говорить о самосознании, этот вопрос еще раз поднимем. На самом деле, здесь требует еще определенного рода дополнения. Потому что есть еще пассивный субъект, а субъект воспринимающий. Но вот в данной нашей картины, когда субъект направился на объект, субъект всегда является либо причиной, либо источником актов. И поэтому то, что существует единство субъекта, что все субъекты различных актов, скажем, субъекта 1 равен субъекту 2 равен субъекту 3, где 1, 2, 3 это различные способности. 1, 2, 3. Вот это на самом деле есть некая предпосылка, которая лежит в основании классического рассуждения. И вот это единство субъектов, оно лежит в основании доказательства того, что возможны рефлексии, того, как классическая философия относится к рефлексии. Действительно, почему это так? Давайте рассмотрим классическое рассуждение еще раз. Вот у нас есть наш субъект 1 специфический, который совершает специфические акты 2. Акты 1, направленные на некий объект. Каким образом субъект 1 может совершить рефлексию? Он уже не может говорить о том, что он знает себя до актов. Почему? Потому что знать себя до актов, это что означает? Это уже нельзя сослаться на некоторый опыт я. Почему? Потому что опыт я, это некий специфический опыт. Специфический опыт каких-то других актов. Каких-то других, другие акты. Даже какие непонятные. Есть ли акты тут вообще? Если мы говорим о том, что каждому акту соответствует свой субъект, как причина. Почему соответствует свой субъект? Я еще раз говорю, как причина и источник этих актов. То мы уже не можем сослаться на опыт какой-то данности этого субъекта до самого действия. И поэтому остается единственная возможность рефлексии, когда субъект 1 направляет свои акты 1 на себя. Этот субъект 1, он ведь субъект только актов 1. Если, например, на этот субъект попытаться направить какие-то другие акты 2, то ведь это будут акты со стороны субъекта 2. И они точно так же не будут являться рефлексией. Собственно, единственная возможность рефлексии тогда оказывается, когда субъект 1, собственные вот эти акты 1, направляется на самого себя. Тогда возникает картинка, которую я уже рисовал. Поскольку он не знает, куда направить свои усилия, единственное, что ему остается, что субъект 1 пытается так направить акты, чтобы схватить самого себя в процессе совершения этих актов. То есть получается вот такая картинка. И, собственно, самое интересное состоит в том, что, опять же, нельзя теперь апеллировать к опыту «я». Я уже объяснял почему. Потому что опыт «я» не относится к этим актам. Опыт «я» — это есть какой-то специфический отдельный опыт от другого субъекта. Мы его раньше называли субъектом проживания. То есть опыт «я» — это какой-то специфический отдельный опыт. И апеллировать к этому опыту «я» нельзя. И получается, что у нас нет доказательства, что вообще такое возможно. Потому что опыт «я» — это мы убрали. То, на чем это все держалось, все доказательства в классической философии. И получилось, что есть голословное утверждение, что акты могут себя схватывать. На самом деле, если размышлять о том, что такое акт, акт — это некая деятельность, это некие действия. Как действия схватывают в саму себя? Это как бы есть нечто противосмысленное. Поэтому, на самом деле, это невозможно. Это невозможно. И получается, что рефлексия, так как она мыслится в классической философии, она просто невозможна. Можно предположить, что я делаю такой вывод на основании того, что я расщепляю субъект. На самом деле, если вы думаете, в чем состоит логика, логика состоит в том, что я убрал предпосылку в нашем рассуждении. Предпосылка очень сильная. А именно предпосылку единства субъекта. Действительно, ведь нельзя теперь сослаться на то, что единства субъекта — есть некоторый наш опыт. Вот такого опыта ведь нет. Вот есть опыт «я». То, что нам доступно, каким образом мы вообще знаем, мы знаем о себе. Это вот опыт «я». Никакого опыта, который говорит, что единство субъекта нет. Единство субъекта — это есть некоторая именно логическая предпосылка. Это как бы предпосылка наших рассуждений. Исходя из того, мы обобщаем опыт «я» и говорим о том, что есть единство субъекта. Но давайте тогда, может быть, тогда получается, что опыт «я» — есть то, что называется рефлексия. То есть, иначе говоря, то, что классическая философия, так и получалось же, что классическая философия выдает за рефлексию вот этот опыт «я». Что тогда получается? Тогда получается, что рефлексию нельзя так рисовать. Правильно? Что получается, что рефлексия — это просто особый опыт. Что такое рефлексия тогда? Особый опыт. Мы хотим сохранить вот эту вот направленность на себя, да? И будем говорить, что рефлексия — это особый опыт «я». Собственно, рефлексия образуется... Рефлексия... Не существует рефлексии всяких актов. То есть, рефлексия, иначе говоря, это не рефлексия актов, как бы было в классической философии. В классической философии говорилось о том, что рефлексия может случиться на любом виде актов. Есть рефлексия мышления, рефлексия восприятия, рефлексия сознания. То есть, каждая способность как бы была... Говорится то, что каждая способность может иметь рефлексию. А теперь получается, что рефлексия только в одной способности, в одном случае, то есть, в некотором особом опыте «я». Да? И других никаких видов рефлексии нет. Потому что именно опыт «я» является специальным особенным. Мы потом рассмотрим, в чем состоит его особость. Собственно, тогда получается, что рефлексия есть только такой один опыт, и рисовать уже рефлексию в таком виде нельзя. У нас, иначе говоря, получается, что есть... Субъект направляет акты на объекты, сам он себя уже знать не может. Да? Вот. В чем... Я вот постоянно говорю, что субъект актов знать не может себя. Почему? Потому что вот этот опыт, он уже запрещен. Сейчас мы показали этим самым движением, он как бы... Его не существует. Почему? Потому что рефлексия является каким-то особым опытом, и он не является ими опытом актов. Он является особым. Да? И такого опыта просто нет. То есть, у нас есть всегда субъект направлен на объекты, и есть особый опыт рефлексии. Давайте это как бы запишем, чтобы следовать нашей логике последовательно. Потому что вопрос на самом деле очень сложный, и он требует вот такой какой-то аккуратной, тонкой настройки. Теперь раз получается, что вот у нас есть первая ситуация, субъект направлен на объекты, эта ситуация, естественно, как бы стандартная ситуация, тут ничего особенного нет. И вторая ситуация, некоторые опыт я. Опыт я. как бы нам, просто мы теперь будем разбираться с тем, что такое этот опыт я. Вот все, что нам нужно. Этот опыт я называется рефлексией. Иначе говоря, как бы рефлексия является некоторым специфическим опытом. В чем здесь состоит недостаток, если мы рефлексией называем такой опыт я? Недостаток состоит в том, что мы обнаруживаем, что все-таки хотелось бы, чтобы рефлексия осуществлялась в любой способности. Мы же говорим о том, что мы мыслим, допустим, и рефлектируем по поводу мышления. Мы воспринимаем и рефлектируем по поводу воспринимания. Мы сознаем и рефлектируем по поводу своего сознания. Мы даже действуем и рефлектируем по поводу своего действия. Иначе говоря, рефлексия является такой способностью, которая первая. Рефлексия является такой способностью, я говорю про способность сейчас, но вообще у нас есть. Которая может направляться на любой, на любой предмет, на любой предмет, либо даже на любые акты, либо на любую сущность, внутреннюю или внешнюю, несущественную. Но если вы вспомните, такой способностью у нас обладало только сознание. Я говорил о том, что сознание не имеет собственного предмета. И получается, что в этом отношении сознание и рефлексия подобны. И есть подозрение, на самом деле, что рефлексия, на самом деле, есть некоторая особая. Рефлексия есть не что иное, как на самом деле действия сознания. И, собственно, эта интуиция является наиболее плодотворной. Мы ее разберем дальше. Второе. Что еще мы наблюдаем в рефлексии? Мы наблюдаем за тем, что рефлексия должна быть некоторым видом обращения на себя. Обращение на себя. Либо свою деятельность. Обращение на себя называется самосознанием. Обращение на свою деятельность называется рефлексией в более стандартном смысле. Давайте посмотрим, какие способы... Про обращение на свою деятельность мы уже обсуждали. Акты не могут схватывать акты. И поэтому обращение на свою деятельность есть... Видимо, что какое обращение? У нас единственная способность, которая может обращать на свою деятельность, это сознание. Получается, что обращение на свою деятельность это есть когда сознание обращено на акты. Это возможно. Но она не является рефлексией в том смысле, как она понимается по своему понятию. то, что рефлексия должна как бы обращаться... В рефлексии субъект должен обратиться на самого себя. А здесь получается, что просто сознание обращается на акты. Ну, тут ничего особенного нет. Вот если бы сознание обратилось бы на самого себя, это было бы уже похоже на то, что называется рефлексией. Давайте... Какие у нас существуют сущности, которые могут обратиться на самого себя? Я говорю, сущности немного неуклюжие, но просто для того, чтобы как-то на них указать. У нас вот есть я, который может обратиться на самого себя. У нас есть понятие субъект, которому что и сознание. Вот есть три таких сущности, которые мы... Что такое обращение на себя? Ну, как бы вот... Нарисуем такими стрелками то, что сознание может обратиться на самого себя. Я уже показал, что обращение субъекта на самого себя проблематично, если субъект понимается как субъекта. Значит, надо обсуждать о том, каким образом вообще говоря субъект может обратиться на себя. Субъект так-то обратиться не может, видимо, в каком-то другом смысле, в каком-то другом смысле понимания субъекта. Может ли обратить я на самого себя? Что представляет собой я? На самом деле, я представляет собой, как будто синоним понятия субъекта. Как кажется. В классической философии я и субъект часто просто являются синонимами. На самом деле, это не так. И сейчас я буду объяснять, я сейчас попытаюсь объяснить, почему. Ну, давайте как бы разберемся сначала с я. Давайте по порядку будем. Сначала разберемся с я. Ну, в чем здесь основная проблема? Основная проблема состоит в том, что у нас есть опыт я. Что такое опыт я, который претендует на то, в классической философии на вот опыт, который называется реплексией. Опыт я, это есть некая данность, в некотором отношении я является объектом. Если этот опыт я расчленяет на свои составляющие, то на самом деле, поскольку каждый опыт свидетельствует сознанием, то тогда опыт я выглядит следующим образом. Сознание свидетельствует. Вот это я. Вот когда я рисую стрелку, я буду говорить о том, что это свидетельствует. Да, вот эта стрелка будет сознанием, а стрелка будет начать свидетельствует. Потому что у сознания можно было бы говорить, конечно, об актах сознания. На самом деле у сознания не так, только у сознания есть интенсия. Я это различие уже делал, сейчас на нем я останавливаться не буду. Вот у сознания есть... Сознание свидетельствует я. Таким образом я представляет собой некоторого объекта. Некоторый объект. А субъект не может быть собственным объектом. Вся коллизия, которую мы разбирали, когда говорили о классическом веке, состоит в том, что существует вот это вот существенное различие между субъектами и объектами. Субъект для того, чтобы... Рефлексия только в том смысле может состоять. Субъект возьмет себя в рефлексии как субъект, а не как объект. Если субъект станет объектом каким-то, да, вот такой объект, который можно было бы назвать субъектом, то есть, собственно, рефлексии не будет, да? Что такое будет этот? Это будет еще один объект. То есть, субъект сам себя предметит и сделает себя предметом. Сделает себя, точнее, объектом. Но вот, когда субъект делает себя объектом, это не является рефлексией. И вообще не является... забегая вперед самосознанием. Почему? Потому что, вот, опять же, разбирая изначальную схему, что значит, что субъект... Мы говорили о том, что для того, чтобы субъект мог осуществить рефлексию, он должен был знать. Мог. Два и было две. Либо он должен был знать себя до рефлексии, и тогда, как бы, используя это знание, направить туда свои усилия. Либо, как бы... Там я такую возможность не рассматривал. Либо, как бы, на самом деле, что она является просто очевидной. Невозможно, что... Либо, как бы, субъект является неким объектом среди объектов. Ну, а вот даже не в чем состоит, что субъект... Так, откуда знает субъект, что вот именно среди объектов есть некий объект, который является он сам? Как он это знает? Откуда он это может знать? Как он идентифицирует себя с этим объектом? Мало того, что на самом деле субъект должен взять себя как субъект, а здесь он берет себя как объект. Но еще он и не может себя идентифицировать с этим объектом. Идентифицировать не в смысле того, что он не может себя ассоциировать. То есть субъект может ассоциировать себя, например, со стулом. Это его личные проблемы. Мы же ведем речь о истинной рефлексии. Субъект не может... Допустим, есть такой объект, который называется субъект. Как он поймет, что этот объект является он сам? Он никак не может этого сделать. И поэтому такая ситуация, она на самом деле не является рефлексией, а вообще является проблематичной. Не дает нам, не дает субъекту знания себя. И поэтому если я является объектом, а я является объектом, мы можем на себя обратить внимание, то я не является субъектом. Тут есть такая странная логика. У нас есть субъекты, есть объекты. То, что я пытаюсь объяснить, оно простое по смыслу, но немного сложное, в силу некой запутанности наших терминов, несколько сложное для того, чтобы его эксплицировать. Вот есть субъект, а есть объект. Различие субъектов объекта состоит в том, что субъекты свидетельствуют объекты, либо субъекты являются активными в отношении к объектам. Сами субъекты не могут стать объектами в том смысле, что при этом сохранят свою субъектность. Иначе говоря, когда речь идет о том, что субъект берет себя как объект, он перестает в этом объекте быть субъектом. Ну, естественно, да, потому что вот давайте введем такое понятие, для того, чтобы объяснить, это живой субъект. Вот есть живой субъект, вот здесь живой субъект. И вы понимаете прекрасно, что живой субъект не может взять себя живьем как объект. Да? Не может. Потому что он может взять себя как живой объект, но не может взять себя как живой субъект. Для того, чтобы еще как-то это пояснить с другой стороны, давайте я подойду еще к этому вопросу. Я вот говорил о том, что на прошлом докладе, что сознание конституирует объекты. Как это происходит? Сознание представляет собой нечто такое пространственное. И внутри этого пространства оно является, я говорю, что сознание является синтетичным, но на самом деле теперь я придерживаюсь в мнении, что оно является не синтетичным, а синкретичным. Что это значит? Вот есть некое пространство сознания. И вот в этом пространстве сознания даны разнообразные предметы различных способностей. Как бы я в прошлом семинаре вводил различие предметы и объекты, да? Вот, скажем, предмет мышления, предмет восприятия, предмет воображения. Что такое объект? Это сознание, благодаря тому, что оно есть нечто пространственное, вот эти вот все предметы различных способностей объединяет в нечто, что мы называем объектом. Но объединяет оно, я думал, что оно это делает благодаря синтезу, но на самом деле синтез совершается в мышлении, и это правильно, потому что мышление уже разворачивает вот это представление об объекте в виде знания, а сознание еще не находится в никаком знании, да? В сознании оно вот просто пространственно различено, и поэтому тут еще как бы знание, как мы его понимаем, а именно как в мышлении, да? Вот нечто, находящееся в мышлении, его здесь еще нет. Но что здесь уже есть? А здесь уже есть то, что вот есть некие объекты. Эти объекты, именно ведь сознание отличает содержание, да, вот различных предметов от бытия. Как, а почему сознание объединяет некоторые различные содержания, именно содержание, данное нас с помощью восприятия, мышления, воображения в объекты? Потому что за вот этой вот объединенностью скрывается бытие, да, некое бытие. И благодаря этому бытие оно объединяет различные содержания, причем содержание ортогональное, допустим, их мышление, восприятие, там, воображение, переживание и прочее, да, прочее, как бы, все прочее содержание объединяется в один объект. На самом деле это объединение может быть и произвольно, да, просто, ну, в данном случае рассматриваем вопрос познавания, да. В принципе, как бы, сознание может объединить в нечто одно совершенно разнородное сущее. Совершенно разнородное несущее, а совершенно разнородное содержание. И в этом может проявиться, как бы, как раз расстройство сознания. То есть когда нет вот некой опоры на реальность, да, когда нет вот этой адекватности. Почему сознание объединяет определенного рода содержание, определенного рода предметы в объекты, а не просто произвольно это делает. Произвольно это значит потерять адекватность, да. Когда, как больное сознание теряет адекватность, оно именно тем способом теряет адекватность, что вот оно объединяет в объекты содержание, совершенно не относящийся к ничему одному. Адекватное сознание все-таки опирается на бытие, оно понимает на самом деле, каким образом надо объединять различные предметы в один объек. Польное сознание этого не понимает. Но мы сейчас не будем пока на польном сознании это акцентировать. Важно то, что я здесь говорю. Ради того, чтобы это пояснить, рассмотрим простой пример. Есть, допустим, передо мной стул. Мы различаем, допустим, восприятие этого стула, которое состоит из зрительного восприятия, ну, будем считать, что слухового восприятия, непонятно, правда, в каком случае. Но будем считать, что как будто стол звучит. Ну, может быть, предмет, который звучит, допустим. Можно сказать, что я вот его, допустим, могу тактильно ощущать его, да. Я могу этот стул также... Я могу этот стул воображать, да. Как бы у меня с этим стулом связаны какие-то личные какие-то впечатления, да. Допустим, он является моим, я его купил, да. Некоторые истории связаны... У меня с этим стулом связаны переживания. Я на этом стуле придумал какую-то там великую идею, да. Или этот стул, допустим, спас меня, не знаю, от смерти. Я, наверное, падал, а он меня, как бы, поддержал, да. Или этот стул мне подарили, и проще, да. Иначе говоря, вот данный конкретный стул, как бы, во-первых, с точки зрения каждой способности соответствует предмету, обладает, на самом деле, некой предметностью, да. Каждая способность высвечить некий свой предмет. И более того, он обладает предметностью не только в смысле способности, но обладает еще предметностью в смысле опыта моего по отношению к нему. К конкретному стулу. Вот он, конкретный стул, как бы, конкретное бытие, да. У меня по отношению к нему есть конкретный опыт. И вот этот конкретный опыт, связанный с этим стулом, вот, и объединяется в объект. Вот он так он и наполнен. Он наполнен мыслями по поводу него, историей по поводу с ним связанной, восприятиями, которые у меня с ним есть и так далее. Но вот это вот объединение и есть то, что делает сознание. Но оно делает это пока не синтетически. Оно просто объединяет синкретически, как я сказал. То есть сознание не синтетично, а сознание синкритично. Синкритично, это не значит, что сознание... Синкритичность может понять двух смыслов. В смысле неразлеченности, когда всякого рода содержание, оно просто дано в некой монолите, оно там как бы различено, должно было быть различено, но по факту неразлечено. На самом деле синкритичность я понимаю в любом смысле. Понимаю в том смысле, что некоторые разные сущности, насыщающиеся к разным способностям, и вообще говоря, ортогональные, как фантазии, воспоминания, переживания, восприятия, мышления, они объединяются в один объект. Просто объединяются они агрегарно. Вот как в сознании, я как пространство рисую, я недавно рисую его как пространство, вот некую область они занимают в пространстве. Каждый предмет отдельной способности, вот он как бы здесь отдельно прорисован, восприятие он определенного образа, он дан в профиль, мышление-то какая-то, идея, идея стула вообще, допустим. А есть не просто идея какой-то вообще стула, а идея, например, стула, который производится, допустим, в нашей стране. А есть история вообще стулю, в принципе. Есть мои личные истории связанности с стулом и прочее. Есть разные участки, разные, нельзя сказать, что это свойства, скорее разные определенности и разные содержания, относящиеся к этому стулу. И вот оно объединено в объект только в позиции сознания. Именно сознание есть то, что их объединяет. Так вот, теперь я это долгое предисловие делал для того, чтобы объяснить, что такое я-объект. Вот у нас есть, ну, если опираться на опыт психологии и личный опыт, каждый из нас, это надо проделать. У нас есть чувства я. Чувства я. В самом деле я, как объект, вот если как бы по из позиции сознания подходить, то также объединяет в себе многообразная данность того, что мы связываем с самим собой, то, что мы называем я. Это чувство я. У нас есть мысль, которая называется я. У нас есть воображение о я. У нас есть как бы наше переживание я и прочее. Вот все вот это вот многообразие данностей, которые связаны с различными способностями, они объединены каким-то образом в сознании. И они объединены в то, что, по аналогии с тем, что я говорил о стуле, объединены в такой объект, который мы называем я. То есть, иначе говоря, вот здесь чувство я, мысль я и так далее, это как это предметы. Это чувство берет я с определенной позиции, то есть с позиции ощущения. Допустим, это, как я называю, такое ощущение себя-чувствование. Или там самочувствование, можно говорить. Просто самочувствование апеллирует к некой медицине, что ли. Лучше говорить, себя-чувствование. То есть, как я себя ощущаю. Некий тонус ощущаю от всего организма. Может быть, о мысли о я. Мы постоянно говорим о том, что что такое я. Вот, например, мы говорили о единстве. Когда самосознание говорит, говорят о единстве я. То есть, я здесь берется как мысль. Ну, можно говорить о переживании, переживающую меру, как я эмоциональная, или я проживающая. Иначе говоря, в различных аспектах я раскалывается по способностям. Оно не только по способностям, кстати, раскалывается. Оно раскалывается и по опыту. У нас помимо способностей, помимо данности, я через различные способности, есть просто опыт. Вот я что с собой связываю? Я связываю с собой всю историю своей жизни. Связанную с тем, как я родился, кто у меня родители, в какой стране живу. Ну, иначе говоря, какие-то многообразные контексты. И вот все это вбирается в такой объект, который мы называем я. Объект. Иначе говоря, я на самом деле не является субъектом. Вот мы постоянно как бы... Вот есть некая иллюзия у нас, да? Что мы считаем, что мы знаем о себе. Да, вот у нас... Почему? У нас то, что есть такой объект, вот в смысле вот этого... Вот в смысле вот этой схемы, да, что субъект обращен на объект, у нас среди прочих объектов есть такой объект, который мы называем я. Иначе... Иначе говоря, этот объект является таким же объектом, как стул. Просто так уж получается, на самом деле, что мы с этим объектом ассоциируем, собственно, самих себя. А ведь речь идет о субъекте. Мы, когда говорим о я, имеем в виду все-таки объект. А речь идет о субъекте. Но ведь этот объект, да, какому-то субъекту, есть некий субъект, который направляет свое... Когда говорит о том, что вот он себя знает, да, на некоторый объект, который мы называем я. Этот объект синкретичен, как я уже говорил, да? Вот он. Вот субъект, который нам надо получить. А мы почему-то говорим постоянно об объекте. И вообще, когда мы рассуждаем о себе, то рассуждаем о себе всегда в смысле этого объекта. Мы иначе и не можем. Что такое знание? Знание всегда размещено в объектной сфере. В том смысле, что всякое знание для нас представляет собой некий объект, некий предмет. И мы с этим предметом оперируем. Мы же не можем себя оперировать самим собой. Мы же представляем собой некого живого субъекта, да? Мы можем взамен себя, себя живого, взять некий оперант. Я постоянно говорю об оперантах. Потому что это очень важно. Надо понимать, что на самом деле мы живем в неком символическом мире, когда рассуждаем. Мы берем заменители вещей. Я говорю стул. Взял заменитель, некое слово. Я берем уже только слово. Я говорю я. Да, это некое слово. Я заменил этим словом то, что имеем как бы в виду. Но проблема-то состоит в том, что на самом деле вот этот объект я, он является аналогично тому, каким являются все другие объекты. Вот он и чувственно данный, как я говорил про самочувствие, себя чувствование. Он данный ему в мысли и прочее. Он структурируется в нашем мире, да? Точно так же, как и любой другой объект в этом мире, неживой. А ведь речь идет о том, чтобы получить субъект. Ведь в рефлексии мы хотели получить субъект. Точнее, как бы мы сейчас перешли уже незаметно к той рефлексии, которая называется самосознанием. Что такое самосознание? Самосознание – это такая рефлексия, в которой субъект направляет свои усилия на самого себя. Потому что, когда мы говорили о рефлексии, в общем понимании, то там, на самом деле, субъект тоже направлял усилия на самого себя, но он мог также направлять, потому что с субъектом была связана некоторая активность, и усилена свою активность. А когда, ну, просто если это различие между... Иногда с рефлексией самосознания свалит в одну кучу, да? На самом деле здесь есть некое различие. Дело в том, что не всякая рефлексия является самосознанием. Есть рефлексия, вот, например, субъект знает нечто, да? И потом рефлектирует свое знание. Это не самосознание. То есть рефлексия своего знания – есть какая-то частная рефлексия. Самосознание было называлось, если бы субъект рефлектировал самого себя. Когда я рисовал о том, что рефлексия – субъект направляет акт на самого себя, на самом деле это просто простой способ показать, что такое рефлексия, потому что рефлексия может быть направлена на собственные акты, на что такое знание, да? Знание на собственные акты, если бы рефлексия направлялась на объекты, то есть если знание брать со стороны его объектности, то было бы смешно, так говорить о рефлексии. Это было бы просто обыкновенными актами. Вот у нас есть акты, направленные на объекты, есть акты, направленные на знания. Ведь когда мы говорим о рефлексии, речь идет о том, чтобы субъект схватил нечто необъектное. А необъектным является либо акт, либо сам субъект. Когда субъект схватывает акты, или субъект схватывает самого себя, это просто рефлексия в обобщенном смысле. А когда субъект схватывает самого себя, это самосознание. И вот мы сейчас обсуждали о том, что такое я. И мы говорим о том, что я не является самосознанием. Почему? Потому что я является неким объектом, с которым субъект, уже живой субъект, каждый из нас живой, связывает, самого себя ассоциирует. То есть для того, чтобы субъект, как бы, или, может быть, знает. Значит, говоря, субъект относится к самому себе, он объективирует самого себя, делает его неким объектом. И вот с этим объектом соотносится к самому себя. Почему это, возможно, биологически я не обсуждаю. Но, наверное, существуют предпосылки, почему, на самом деле, это, возможно, биологически. Давайте сейчас обсудим вот эту ситуацию. Итак, вот у нас здесь получилось, что есть некий живой субъект, который не может стать объектом никак. Он живой в том смысле, что, на самом деле, он и есть тот, кто знает самого себя, кто, на самом деле, свидетельствует об объектах, кто свидетельствует о себе как объекте, с которым он себя ассоциирует. И вот этот живой субъект, он, как бы, направляет свои усилия на некую объектную сферу, объектную сферу, и в этой сфере объектной также присутствует такой объект, как мы говорили, как я. Но тут возникает проблема. Но я же, когда рисую так живой субъект, на самом деле, опять получается, что я удваиваю этот я. Один раз я взял себя как объект я, а другой раз я теперь беру себя как объект живой субъект. Этот живой субъект, в моем уже рассуждении, является каким-то новым объектом, которым я оперирую. Иначе говоря, я отказался от того, как объекты, как я, и вроде как перешел к новому объекту, и вроде так типа «схитрил» называется. На самом деле, в чем состоит здесь проблема? Проблема состоит в том, что мы этого живого субъекта должны понимать именно как живого. То есть нельзя его понимать как удваивание субъекта, потому что мы можем уйти в некую бесконечную, как я уже рисовал, в такую бесконечную картинку. Вот смотрите, я рисую субъект, он направляется на объект. Но поскольку этот субъект есть субъект оперирования, а настоящий субъект, он где-то находится, то я должен нарисовать другую картинку, что тут некий другой субъект. Субъект 1, как бы субъект 2 свидетельствует о том, что он направился на свою картинку. Но я же его опять нарисовал. Надо я должен был нарисовать некого нового субъекта, свидетельства, и так далее. Вот возникает некая бесконечная цепочка свидетельствующего объекта, вот этого живого объекта. Всякий раз, когда я рисую некоторого объекта, всякий раз он перестает быть живым, он становится именно объектом. Я его помещаю в объектную сферу, и тем самым он перестает быть субъектом. Субъект остается в субъектной сфере всегда. Субъект не может стать объектным. Поэтому я его не могу нарисовать. Поэтому я только могу задаться вопросом. А вот есть ли тут последний субъект? Последний. Потому что последний субъект. Что такое последний субъект? Это такой субъект, которого уже никто не свидетельствует. Который на самом деле и не может быть никак засвидетельствием. Который просто является субъектом собственно свидетельства как такового. Я не знаю, понятна эта логика или непонятна. Дело в том, что к таким вопросам вообще никто не задавался. Мы сейчас находимся в такой сфере, которой вообще никто не занимается. Ну, насколько я знаю. Я не классический философ, но никто не задавался вопросом. Что тут, надо заметить, что тут состоит вся трудность? Трудность состоит в том, что я сейчас занимаюсь рефлексией своего знания. Одновременно с тем, что рассказываю. Потому что невозможно это рассказать, только нарисуя схему на самой доске. Необходимо каждый раз указывать, что происходит. На самом деле живой субъект, он всегда живой. Он всегда на моей стороне. Например, если речь идет о моем живом субъекте, то я не могу его эксплицировать и нарисовать на доске. Вот в это надо понять. Он всегда остается как-то там. Вот он живой. Но знаю ли я этого живого субъекта, да? Если, смотрите, если я его знаю, то я могу его знать с позиции какого-то другого субъекта. Смотрите. Я вот говорю, что живой субъект рисую. Откуда я его знаю? Я его могу знать, поскольку живой субъект, это и есть некоторое, опять же, для меня объект, да? Который я в рассуждении использую. С композиции какого-то другого субъекта, да? Живого. Настоящего. То есть, иначе говоря, как бы получается, что когда мы говорили об объекте я, я опять попадаю в эту же самую схему, да? Что такое объект я? Я знает как бы себя в некотором опыте знания себя, да? Мы это называли опыт я. Но ведь этот опыт я, он какой имеет структуру? Он имеет ту самую структуру, да? Что я одновременно и субъект, и объект. Одно и то же я. Я некоторый такой чистый опыт. И тут так же получается. Я говорю о субъекте, а на самом деле подразумеваю, что там какой-то настоящий уже субъект, который скатывает самого себя. И опять получается вот этот опыт я. Иначе говоря, эксплицируя понимание о самом себе, я постоянно скатываюсь вот в этой схеме объекта я. Иначе говоря, эта схема на самом деле является единственным возможным, каким образом я могу говорить о я. то есть говорить или о живом субъекте. Это же не важно, какое слово я использую, да? Фактически схема одна и та же. Что, как можно из этого круга выйти? Из этого круга можно выйти только тем способом, что живого субъекта мы не знаем. Вот есть живой субъект, живой субъект. Я хочу просто разорвать этот круг. Почему? Этот круг на самом деле проблематичен. Я уже объяснял почему. Потому что я и объект, и субъект. Так это на самом деле схема замкнутая, она неправильная. Неправильная я объяснял тоже почему. Посмотрите. Живой субъект. Мы его уводим. Можно было говорить, а я, ну просто для того, чтобы не путать термины, давайте вот ведем живой субъект. Это как бы я, да? Ну, как бы, и тут же я его различил самим самым. Но будем говорить о том, что это тот такой живой субъект, который является я, и я его не знаю. Не знаю. В каком смысле, не знаю. У меня нет доступа. Доступа нет к нему. Доступа нет. Я его не могу засвидетельствовать. Да? А как же тогда я о нем говорю? И вот возникает проблема последнего свидетеля. Если живой субъект является последним свидетелем, то его уже свидетельствовать никто не может. Потому что свидетельствует. Вот есть такая цепочка. Вот, допустим, вот свидетель там первый, вот тут свидетель н. Вот каждый последующий свидетель свидетельствует о предыдущем. Ну вот в этой цепочке. Я просто тут нарисовал более красиво. И вот либо такой последний свидетель есть, либо его нет. Ну, как бы глупо говорить, что его нет, да, потому что мы уже не уходим в бесконечную спочку. Конечно, на живом он есть. Но последний свидетель никто не свидетельствует. Нет уже такого способа, чтобы он мог быть за свидетельством. И поэтому, либо живой субъект, вот такой свидетель последний, и тогда мы о нем ничего не можем знать. Мы только можем догадаться, то есть путем мышления туда. Причем это мышление выстроенное как схема какая-то, да. Туда вот двинуться и сказать, да, вот есть какой-то последний субъект, да, вот последний свидетель, и уже, как бы, о нем ничего нельзя знать на опыте. Просто он есть и все. Либо мы должны говорить о том, ну, здесь на самом деле, я так когда-то говорю, я ведь не утверждаю, как были сину, какой-то последней ситуации, да. Я говорю о том, что какие есть возможности у нас. Либо надо говорить о том, что субъекта живого мы знаем. Это первый вариант был, да. Либо второй вариант, живой субъект, субъект свидетельствует. И у нас есть к нему доступ. Ну, хочется, чтобы к нему был доступ, да. И тогда мы должны указать, как он свидетельствует. Мы не можем тогда сказать, что есть какой-то еще один более живой субъект, да, который он свидетельствует, да. Там, не знаю, субъект какой-нибудь, там, не знаю, там, последний. Потому что тогда, если бы еще был последний субъект какой-то, да, просто мы бы что бы сделали? Тогда бы мы о нем поставили вопрос, да, вот он последний. А о нем как? Может ли он быть засвидетельствован, да, или не может? Опять же, либо он опять не мог бы быть засвидетельствован, либо если он опять бы мог быть засвидетельствован, регрессия пошла бы еще дальше, да. Получается, бессмысленно. Бессмысленно говорит о том, что есть у живого субъекта еще последний какой-то субъект, который его свидетельствует. Ну, заметьте, что я тебе говорю о последнем субъекте, да. Есть третья возможность, да, третья возможность. Вот эта третья возможность является, как мне кажется, выходом из проблемы. Третьей возможностью является, когда живой субъект свидетельствуется чем-то другим, да. И вот это сейчас что-то другое, вот я предлагаю указать, да, это сознание. Вот мы до сих пор говорили просто о субъектах, и вдруг тут возникло наше сознание. У нас постоянно возникала проблема, развлечение, если вы помните, кто вообще за семинаром следил, как бы за всем движением, что я на определенном этапе перестал, ну, возникали трудности развлечения субъекта и сознания, да, и пришлось как бы считать, что в сознании есть субъект. И вот мы достигли некой ситуации, когда это развлечение появилось. Теперь я попытаюсь просто показать, в чем это развлечение состоит. Опять же, я сейчас буду какие-то вещи говорить, которые, я не знаю, там, у меня они, в моем рассуждении, являются, ну, просто как бы своего рода выдумкой, да, я просто не знаю, как об этом говорить, приходится что-то как бы придумывать. Ну, это не является, я опять же говорю, тем, что как бы является истиной какой-то там. Скорее, это вот некая гипотеза является, да, я постоянно говорю о гипотезах, вот это очередная гипотеза. Что такое сознание? Мы говорили о том, что вот есть некое сознание, представляется собой нечто пространственное, да, или пространство, ну, мы нарисуем сферу к сознанию, мы рисовали, ну, либо там пространство к сознанию. Мы говорили о том, что у него есть фокус и периферия. Фокус связан с активностью, да, вот этот активен. И фокус перемещается в этом пространстве сознания, то есть пространство сознания, оно однородное. То есть фокус это как бы концентрированное сознание, активен, концентрированное сознание. А периферия, ну как бы более разряженное сознание. В принципе, у нас же есть опыт такой, что мы можем свое внимание, но это связано с вниманием, кстати, фокусом, внимание здесь, внимание. У нас же есть опыт того расфокусировки нашего взгляда, ну и в том числе нашего внимания, мы можем как бы так раз и рассеять внимание по всему пространству доступному. Так вот, не является ли вот этот фокус, а ведь этот фокус связан с нашей волей, связан с нашим вниманием, не является ли этот фокус этим самым живым субъектом? Не является ли этот фокус, вот он, живой субъект? А сознание тогда является чем-то, пространством, в котором этот живой субъект как бы передвигается. Да? Тогда в таком положении свидетельствование о существовании живого субъекта является вообще само различие. Помните, я говорил о свидетельствовании как о различии? Между фокусом и периферией. Каким образом живой субъект свидетельствует себя? Не тем способом, что он направляет на себя усилия, а тем способом, что он имеет внутри вот этого пространства сознания возможность свободно перемещаться, перемещать свой фокус. И поскольку вот это вот смещение, оно ощущается как в олене, как вот некий свободный акт, да? То он и рассматривается нами как свидетельствование о живом субъекту. То есть живой субъект свидетельствует в таких вот странных способах. И о нем как бы свидетельствует сама структура сознания. Как бы сознание, благодаря тому, что оно есть и различие, оно свидетельствует о существовании вот этого живого субъекта. Но самое-то интересное, что в таком понимании соотношения живого субъекта и сознания, то получается, что живой субъект – это некое концентрированное сознание. То есть у нас есть сознание, которое как бы разряжено. Ну как оно есть? Вот есть перцепция, как я говорил, да, у Левницы. А есть аперцепция. То есть есть как бы перцепция, я вот называю периферией, а перцепция вот она здесь, да? Это вот такое концентрированное сознание. Получается, что как субъект проявляет волю или внимание, поскольку я говорил о том, что воля и внимание, скорее всего, это один фенометр. Оно просто перемещает вот это концентрированное сознание вот в этой сфере, да, в чем состоит наша свобода, да? Мы можем перемещать вот этот фокус в пределах возможности сознания. И там, где мы фокусируем, допустим, вот мы сюда переместили, вот, и сфокусировали его здесь. Вот, причем в сферу сознания же входят и, в том числе, и акты, связанные с желанием, да? Вот они как бы вот, вот здесь в сфере сознания ведь находятся все возможные содержания, какое-то существует, да? В том числе желание, это всплывает вот здесь, да? И вот именно сознание, как контролирующий, вот, как бы не просто сознание, да, вот это наше «я», оно контролирует этот процесс и оно перемещает туда, перемещает фокус туда, чтобы, допустим, дать возможность перемести фокус. Давайте еще раз, как бы, чтобы быть четким. Перемести фокус в какое-то место, оно позволяет там, где фокус сосредоточен, генерировать усилия, да? А там, где есть периферии, их, как бы, их подавлять. В чем состоит, как бы, подавление? Подавление состоит то, в чем у нас состоит наша воля? Мы переместили внимание, да, в какую-то область, в той области, куда мы внимание переместили все, либо мы усиливаем, да, либо подавляем, подавляем, либо мы подавляем периферию, да, вот, она где-то периферия есть, мы удерживаем в сознании только нечто одно, вот, в нашем сознании, в сознании субъекта, да? То, что сознание живого субъекта, оно вот здесь. Но, как бы, если сам живой субъект есть в сознании, только концентрируем. Кроме того, как бы, есть еще и еще сознание другое, в котором он перемещается. Как бы, если говорить о нашем теле, то нашему телу принадлежит и это сознание, и это сознание. И оно вообще однородное. Просто здесь разная интенсивность. То сознание, с которым мы себя ассоциируем, оно вот на сознании, оно в фокусе находится. Но этот фокус-то, он, как он работает? Он перемещается по этому сознанию, и в зависимости от того, куда он перемещается, там, где он переместился, там что-то происходит, да? допустим, мы осознаем какие-то посемышления, и в этом мышлении происходят какие-то события, мысли. Или мы перемещаем восприятие, восприятие происходит событие. То есть для нас актуальны, этот фокус – это фокус актуальности, то, что для нас актуальным является. Мы перемещаем туда наше внимание, и там что-то происходит. И также есть воля. Что такое воля? Мы перемещаем, ставим себе среди прочих в сознании, есть же и мысли, есть мысль, допустим, о цели. Есть некая цель. цель. Мы перемещаем туда фокус и понимаем, что эту цель надо осуществлять. И когда вниманием своим на эту цель направлены, тем самым заставляем всю генерацию работать на достижение этой цели. Ну, пока я, как бы, говорю, действительно несколько сумбурно. Я вот эту схему надо до конца додумать. Придумать правильные слова. Но суть вопроса состоит в том, что наша свобода, наша воля, внимание и субъектность, она вот связана как бы с сознанием. Все это, что последним субъектом является сознание. И оно является последним субъектом в том смысле, что оно как бы субъект в каком-то странном смысле. Оно не является субъектом в том смысле, как вот является, каким является субъектом мы. Оно является последним субъектом в том смысле, что оно констатирует разницу между нами и как бы вот, между фокусом и периферией. И уже для него нет никакого свидетельства И вот именно поэтому Об этом сознании Никто не может свидетельствовать Мы никак не можем его свидетельствовать То есть фактически Я тут выстраиваю только схему какую-то Как бы это некое мышление Вот как вот здесь Когда я из мышления не схожу Я некую строю аналогию Должен быть последний субъект И здесь также я расскажу Должен быть какой-то последний субъект Но на самом деле этот субъект мы никогда достигнуть не можем Теперь я хотел как бы несколько слов Сказать об опыте Вот я занялся Расстройствами сознания Для того, чтобы узнать какие-то факты Вот есть такое расстройство сознания Интересное, которое называется Деперсонализация Просто важно в связи с тем, что мы занимаемся Вот я говорил о том, о попуте я Вот некий опыт я есть Или лучше говорить о том, что вот я есть Некий объект С которым мы себя ассоциируем Что такое деперсонализация? Ну, на самом деле есть несколько способов Каких мы можем понимать Давайте сначала В чем состоит как по феноменологии Самой деперсонализации Человек Свидетельствует Смотрите Человек, то есть субъект Свидетельствует 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 о том, что его нет Что он не существует Не существует Что его я это ничто Ну, здесь же возникает парадокс Поскольку он свидетельствует о том, что его нет Что он представляет собой ничто Это же свидетельство есть И казалось бы, само свидетельство должно доказывать, что он есть Но на самом деле вот это ощущается Это ощущение Мы сами понимаем, что когда есть ощущение, чувствую Как бы с ним трудно справиться Просто это такое чувство, что тебя нет Что ты не существуешь И тем не менее, как бы это свидетельство остается И вот в нашем, в том понимании, которое я рассказываю Про я-объект Оно доказывает действительно, что я это только некий объект С которым мы себя ассоциируем И если теряется чувство я Ну, каким-то образом, в результате болезни пропадает Вот это себя-чувствование, как я говорил Себя-чувствование Если себя-чувствование пропадает То тогда возникает странность Что свидетельство не остается Тот наш живой субъект Живой субъект остается А вот тот объект, с которым живой субъект себя ассоциирует Потому что всякое наше знание лежит на стороне объекта Как я говорил, да И вот он себя знает, именно как некий объект Он этот объект создал Как бы сознание создало такой объект, как я Чтобы с ним себя ассоциировать Он как бы какой-то рюкзак или копилочка Куда как бы все знание о себе Человек как бы кладет Узнал что-то, положил Узнал, положил Узнал, положил Некий объект, как бы кармашек Он объект и кармашек Куда человек складывает свое знание себе И вот если вот это И этот кармашек существует благодаря тому, что есть некое понимание того, что есть некое понятие ощущения самого себя Ощущение я Причем в психологии именно так и понимается Что есть прежде всего некое ощущение я Это некий феноменологический опыт Я не только мысль Я говорю про объекта Я как объект, он и в сфере ощущений есть, в сфере мыслей Он везде есть Он просто объединяет всевозможные предметы Различных способностей И более того, воспоминания Переживания и прочее Когда пропадает чувство я Все остальное на самом деле Опирается на это чувство Потому что реальным для нас является прежде всего то, что дано чувство Переживание, то есть внутреннее чувство И ощущение внешнего чувства Это является то, что указывает нам на реальность Мысль на самом деле не указывает на реальность Мысль вообще вторична По отношению к воспринимаемому чувству Так вот, этот опыт свидетельствует о том Что этот разговор о том, что я являюсь объектом Он как раз просто доказывается так же на опыте Да, вот опыте психиатрии Это первое Второе, как бы вот есть интересное наблюдение Вот множественности субъекта, да Множественности В психиатрии есть тоже такой факт Что человек может Мы говорили недавно о том, что классическая философия считает, что есть как будто бы факт единства субъекта Но на самом деле фемиологически это неправда Фемиологически как бы субъект может быть разбит на множественность Причем, когда я говорил о единстве субъекта Вот здесь есть два аспекта Давайте рассмотрим Когда мы говорим о единстве субъекта То речь идет о том, что субъект является одним и тем же в разных способностях В разных способностях, в различных проявлениях Ну имеется в виду, прежде всего, конечно, все дано во времени Но имеется в виду, прежде всего, как бы вневременные характеристики Да, вот есть некие вневременные характеристики То вот субъект, он является единым во всех вневременных характеристиках А когда говорят о тождестве субъекта, есть еще такая характеристика тождества субъекта, то речь идет о том, что субъект является одним и тем же во времени. То есть, иначе, как бы, единство во времени. Тут единство в способностях, единство в своих проявлениях, а тут единство во времени. Вот эти две характеристики разные. Когда еще идет о множестве субъекта, то он является множественным в смысле распадения тождества. Некое тождество распадается. Для того, чтобы это понять, опять же, обратимся к тому, что такое тождество. Тождество. Вот мы рисуем тождество. А равно А. Как оно возможно? Оно возможно только в том случае, если есть А справа, а слева, я же их нарисовал как разное, одно справа, другое слева, и тем не менее их приравнял. Иначе говоря, тождество всегда есть тождество различенное. То есть, иначе говоря, в тождестве уже дано различение. Если мы говорим о тождестве субъекта, то это тождество субъекта означает, что субъект все-таки есть разный каждый момент времени, но он как-то себя сшивает, да? Он как-то себя сшивает. Он себя как-то удерживает, как одного и того. Вот это вот сшивание сего времени называется тождество. Вот это время. Так вот, множественные субъекты связаны с тем, что вот это вот сшивание, ну, где-то нарушается. Какие-то вот, какие-то моменты. Нарушается, как бы. И вот в момент этого нарушения образуется, ну, когда-то это случилось один раз, ну, как описывается в психиатрии, да? А потом, как бы, вот этот субъект стали развиваться как-то по своим каким-то траекториям. Каждый, отдельно. Каждый из них точно так же стал единым в смысле уже различных способностей и, как бы, и различных проявлений. То есть, единство сохранилось внутри вот каждого вот этого раздробленного в смысле времени субъекта, да? И получилось, что, как бы, человек превратился вот как бы вот в некоторых, там, не знаю, два, три, четыре субъекта. Они могут друг друга не знать, ну, и в классическом смысле они друг друга не знают. Если им друг другу не рассказать, да, они как бы вот вдруг переключаются неожиданно, да, там, другой субъект. Если эти субъекты, если не рассказать им о существовании друг друга, они даже друг друга знать не будут. Причем может случиться так, что один субъект, допустим, едва видит, другой видит хорошо, там, а третий вообще слепой. То есть, как бы, и способности у них как-то странно работают, там. Но я уже говорю, я не собираюсь заниматься психиатерией, там. Просто сам факт состоит, да? Факт состоит то, что вот этот множественный субъект также указывает на то, что наше представление, точнее, классическое представление о том, что субъект представляет собой не единство, это есть только методологическая установка, классическая философия, да? Что классическая философия приберет это представление единства субъекта в качестве некоторого основания всего и дальнейшего исследования. Если отказаться от этой перепосылки, причем, я как говорил, что она является очень сильной по сравнению с тем, что можно предположить, что и субъект не един, да? Потому что, как бы, если это двигается с другого направления, предположить, что субъект не единый, что каждый способен соответствовать свой субъект, то, ну, как я писал, субъект так, каждому виду актов соответствует свой субъект. Тогда этой классической позиции будет поставлен вопрос об отождествлении этих субъектов, и сможет ли она их отождествить, она сделать этого никак не сможет, да? Каким образом субъект мышления, например, и субъект восприятия об обозначившись как один и тот же субъект? Совершенно непонятно. Ну, и теперь, как бы, не скажем несколько слов напоследок о самосознании, как мы обещали, да? Тут, конечно, когда мы обсуждали рефлексию, естественно, вопрос о самосознании мы не могли обойти. Но давайте, как бы, теперь, как бы, просто выпишем все, что связано с самосознанием отдельно. Самосознание – такая рефлексия, которая, по идее, должна быть направлена на саму субъект. Ну, теперь мы выяснили вопрос, что с субъектом не все так просто, да? Получается, что у нас есть живой субъект, и как он может свидетельствовать самого себя? И вот о нем свидетельствует сознание, да? Как бы, вообще говоря, проблема самосвидетельствования, она проблематична, нет никакого самосвидетельствования. Но, тем не менее, как бы, опыт самосознания, надо же, вот если у нас есть некое понятие, да, и надо понять, что под этим понятием надо подразумевать правильно. Если мы говорим о том, что опыт самосознания есть схватывание вот живым субъектом «я», то это, конечно, не опыт самосознания, да? Но это, иначе говоря, опыт «я». Что такое опыт «я»? Это когда… То, что я говорю про опыт «я». Опыт «я» – это такой опыт, когда живое сознание направило свои усилия на некий объект, который называется «я». Вот это, по идее, не является никаким самосознанием, да? Это не самосознание. То есть опыт «я» – это не самосознание, это как бы вот некая иллюзия. Мы должны… Мы можем знать нечто, только если его будем… Перенесем его в объектную сферу, создадим такой объект, да? Вот мы создали такой объект, как «я», привыкли к нему, его ассоциируют самим собой, и как бы это всё знание о себе относить к нему. Но это на самом деле не является опытом самосознания. Это первое. Второе. Какое у нас ещё здесь возможность? Я говорю о том, что сознание, да? Как пассивное, да? Когда я говорю «пассивное», и оно имеется в виду по отношению к его активности как внимание. Оно не пассивное совсем. В том смысле, что вообще ничего не делает. Оно, конечно, что-то делает. Но оно пассивное только по отношению к такой функции, как «внимание». То есть функция «внимание» как бы активная, да? Это некая перцептивно-активная функция, да? Функция «внимание», функция «вволи», а остальное… А эта функция, как бы, она функция «принятия». Так вот, сознание свидетельствует живой субъект. Вот это сознание свидетельствует живой субъект, это уже есть нечто, что можно назвать самосознанием. Причём это свидетельствует, да? свидетельствует вот это есть собственно то что можно назвать уже самосознание так и у нас еще есть субъекты актов но субъекты актов недавно поэтому как бы с ними там никакого самосознание быть не может получается что самосознание можно называем вот такую ситуацию когда сознание свидетельствует живой субъект причем это свидетельство я уже говорил что оно является не стандартно свидетельствует она является свидетельствованием ипса факта как я говорю да самим фактом ипса факта есть некоторые последние свидетельства да вот она и все факты потому что не море не может быть уже другого есть некий последний свидетель. Сознание является таким последним свидетелем, оно свидетельствует о том, что есть фокус. А этот фокус – это и есть живое сознание. Вот то, что на самом деле называется самосознанием. Может ли сознание свидетельствовать не о фокусе? Тут возникает следующая еще дилемма. А может ли под дилеммой? У нас, во-первых, сознание свидетельствует живого субъекта. А может ли оно свидетельствовать самого себя? Это первое. И второе. А может ли второй, живой субъект, свидетельствовать самого себя? Я сейчас объясню, что я имею в виду. И третье. Это просто я пишу сразу, заранее. Проблемы, которые я буду заниматься дальше. И третье. И может ли живой субъект свидетельствовать сознание? Почему вот я поставил такие вопросы? Казалось бы, странные. На самом деле, здесь же у нас на все протяжение этой сферы у нас есть однородность. Однородность, состоящая в том, что здесь есть сознание. Просто здесь сознание в концентрированном виде. В субъекте есть некое концентрированное сознание. Недаром, на самом деле, как я всегда говорил, что если не сознание, то нет ничего. Просто субъект исчезает и все. И внутри, и в сознании, которое я называю пассивным, тоже есть различие. Помимо фокуса. И вот возникает вопрос. Вот это вот различие. Есть ли свидетельствование сознания о самом себе? Вот это вот внутри субъект, живой субъект свидетельствует о самом себе в том смысле, что внутри себя что-то различает. Ну, внутри фокуса, да? То есть вот внутри сознания внимание это же не какое-то там нечто простое, оно как бы пространственное. Потому что фокус это такое же пространство на такое же сознание. Мы говорили о том, что сознание всегда пространство. То есть мы должны рисовать некое пространство. Поэтому, вообще говоря, возможно такой вопрос поставить. Можно поставить вопрос о том, как такое сознание, как живой субъект, о себе свидетельствует. И можно поставить вопрос о том, как живой субъект свидетельствует в это сознание. И вот эти вопросы я сейчас ставлю, я на них отвечать не буду. Вот я сейчас с этим разбираюсь, на самом деле. То есть, из-за того, как это будет решаться, будет, возможно, как-то немного вся с кем и изменится. Вот все, собственно, что я хотел сказать о самосознании и сознании. Любопытно то, что я сказал немного не то, что хотел сказать. но суть вопроса изложил так, как вроде было должно спасибо